Помни создателя твоего в одни юности твоей. Такими словами призывал молодежь мудрый экклесиаст еще три тысячи лет тому назад. А как в наши дни может выглядеть встреча подрастающего поколения? 10 ноября в церкви Голгофа города Кохт-Лоярве состоялась встреча для подростков «Чай-встречай», на которой были собраны ребята из нескольких городов Идавирума. Совместное поклонение, чтение и размышление над Библией, а также неформальное общение за столом – все это, по словам организаторов, формирует дружеские отношения в молодежной среде. На встречи побывала наш специальный корреспондент Марьяна Полозова. Мы на встрече «Чай-встречай» в Кохт-Лоярве. Перед вами Юрий Калинин, он является спикером. Юрий, где берешь темы для этих встреч и вдохновение? Ну, вдохновение у нас от Господа. Я думаю, что всегда так должно быть. А темы, я думаю, что тоже Господь Дух Святой подсказывает сердцу, и появляются актуальные какие-то темы, чтобы их донести молодежи, подросткам. Какая тема была сегодня, и как воспринимали люди то, что ты говорил? Сегодня была тема «Цена жизни», и мы говорили о том, сколько нашей жизни стоит глазами этого мира и глазами Бога. А как воспринимали? Ты как участница, я думаю, более объективно можешь ответить на этот вопрос. Ну, наверное, о том, насколько внимательно слушают, говорит тишина в зале. Было тихо или нет? Нет, было тихо, и мне очень приятно, что люди и на вопросы отвечали, то есть было и участие, было и внимание. Я думаю, что замечательно прошла встреча. Ну, продолжать, будете ли вы продолжать эти встречи, и какие темы еще планируются? Ну, так скажем, мы уже третий год проводим, то есть это получается где-то 18-20, ну, 18 встреч уже было. И мы видим результат, видим, что есть желание. Сегодня тоже около 40 человек собралось. Значит, это дело надо продолжать. А темы пока не знаю, Господь укажет. Кирилл Чешгасских, один из тех людей, кто от самого начала на встречах «Чай, встречай». Как пришла такая идея, и давно ли ты вот в этой теме? Безусловно, давно. Началась она, наверное, с лагеря, когда все подумали, что чем заниматься после лагеря, когда мы все, ну, в лагере вроде все вместе, вроде весело, все хорошо, а потом лагерь заканчивается, и все разъезжаются по своим церквям, и больше никак не встречаемся. И вот появилась идея хотя бы, как минимум, церквями Идавирума, подростками собираться вместе, вместе славе Бога, вместе какую-то классную тему, полезную для подростков, и наполняться общением. А много ли в вашей церкви подростков, и вот растет ли число приходящих от года в год? Мы как бы, у нас больше подростков, которые были, мы, они уже возрастают молодежь, и мы сейчас их, у нас больше, мы работаем не на количество, а на качество. Мы хотим, из наших подростков, которые у нас есть, возрастить именно настоящих таких служителей. Когда я скажу «замки», это значит, замки поднимают руки и ищут в себе другую принцессу. Паша, один из участников музыкальной группы, которая создает очень хорошую атмосферу на этом вечере. Паш, как давно ты играешь в группе, и нравится ли тебе музыка? Ну, в группе я уже играю примерно шесть лет, и мне очень нравится музыка, иначе бы я не играл в группе. Как часто вы собираетесь, и много ли репетируете ради таких выступлений? Мы собираемся три раза в неделю, и репетиции длятся где-то от двух до четырех часов. Даша, одна из участниц, впервые побывала на встрече «Чай-встречай», Даша, твои впечатления? Ну, мне понравилось, было познавательно и интересно. Я первый раз, мне очень понравилось, такая необычная атмосфера, очень семейная, и тепло здесь очень так хорошо. Ну, мне очень понравилось и очень здорово. На самом деле я только второй раз здесь, но мне здесь очень нравится, очень актуальные темы мы тут рассматриваем, и все вообще очень классно, мне здесь очень нравится. Формат встреч для подростков и молодежи «Чай-встречай» – это хороший вариант для послелагерной работы. Теперь не нужно ждать год до следующего лета, а можно регулярно встречаться со старыми и знакомиться с новыми друзьями.